всем привет у строим дом сыном дима перегородки делаем пока погода хорошего сейчас покажу как как наступает тучи сотреть идут огромную тучу блин на несколько дней дождь обещают на несколько дней дождь опять между дождями и хорошей погоды строим дом тучи просто широкие огромные темные там уже наверно льет смотрите какие они темные темные все таки красиво что не говори природа офигенно он уже все желтеется не помню 10 11 сентября груза посадили поздно не успевает не знаю успеет нет нет ну поспеть то она не успеет это стопудово хотя бы самим попугаем покушать чтобы там хоть молочные семена там вообще не чересчур молочные уже сколько часов 8 или 7 вечера она будет строить пока эти тучи не дошли до нас вот уже вторые сутки после той тучи идут дожди канарейки на улице тренировка в любую погоду голубей дождь снег жара холод я этот очень редко туда сильно если ветер но у нас ветров практически не бывает голубей не гоняя так в любую погоду голубь летит чтобы не засвеживались уже наверно они тоже устали от этих дождей потому что сырость клетка клетку смотрите как она начала просто взбухать сейчас когда птицы она видеть стенка все прокрашено все капитально прокрашено это вот задняя стенка попадает дождь она фанера и все масло осваиваться птица скоро переедет надо будет по избив фанерой обшить по новой этот вольер облепиху дал ну-ну-ну-ну-ну травой правда сейчас прикрыта ну они не очень едят тыква облепиха птица очень сильно линяется пока переезжать они не будут через переселю там один потому что вот они тяжело и должна была уже восьмого родить сегодня как он двенадцатая по моему шпугнули она уже все опухшие ваге ну не садись на мокрое подверьми сидит и все там он теплица столько места в этих сараях столько места нет это же немцы они должны быть ли возле хозяин вот этих двух занесу может продолжат размножаться прохладно уже днем днем температура до десяти даже не поднимается вот эти дни прохладно ну голуби молодцы летают меня не очень сильно радует сейчас какая погода не было не летаешь сейчас просто низко тучи низкого облачности дождик идет поэтому а так поднимается скрываются у нее не так-то просто их увидеть земли иногда бывает сейчас там еще два песку на вылетела с гнезд ваш это аж слышно крыльями крылья мокрые я пойдем облепиху покажу как облепиха созрела вот облепиха у меня пар идет вот он урожаю вороны сороки едят сейчас когда если не собрать птица птицы и сожрет съезд склеет урожай бешеный облепихи стойки стойки суп попал на держи прикручиваем сейчас эти стойки будем ставить домики суда сейчас кинем доски все-таки все-все хорош чтобы птица не переселять сделаем домики здесь и поставим сейчас будем обрабатывать третий вон она вон там или где я принял вот у нас он там полоса есть на 3 отлично сейчас доделаем покажу что получилось да это почти доделали полки хочет нормально попала мимо-мимо ладно переделаем давай ты закручивать это ладно рядом по рядом смотри чтобы не лопнула все так сыночек собрал полки будем обрабатывать он те тоже два не докрутил сейчас будем обрабатывать гнезда запускать этих попугаев размножения ну-ка отойди-ка все красавчик все у нас длина мне надо поставить сюда примерно 15 гнезд тима держи давай наконец самый мне надо сюда поставить примерно 15 гнезд все у нас 2400 получается 2400 но нормально сюда распределимся должно поместить купить нас гнезд нет если вы к этой стенке можно будет приспандолить ну и к этой стенке так что это поставить здесь размножаться сейчас будем как как будем обрабатывать я вам покажу что мы сейчас делали ну все мы с сыночком собрали эти стеллажи вот я взял домики начал смотреть домики в домиках где то есть и грязные яйца будем убирать все где яйца еда есть зародыши наверно сейчас буду подкладывать яйца куда-нибудь кому-нибудь здесь паутина тоже это пустое будем подкладывать яйца сейчас примерно буду смотреть по по развитию яйца и потом я буду подкладывать туда-сюда ну комплектую гнезда здесь одно яйцо все сейчас начнем обрабатывать гнезда сейчас начнем обрабатывать гнезда как будем обрабатывать гнезда вот смотрите сейчас я на одном гнезде покажу нам понадобится горелка горелка дельцит вот он дельцит это ампулы это они эти ампулы от клеща от много от чего борьба с кшами власоедами и к садовыми и тестоточными клещами мухами и оводами следними гнусом короче это у нас то что была французская линка я обрабатываю обязательно скворечники каждый скворечник и вот такую ошейник вот такой ошейник у нас это этот ошейник он применяется для собак для кошек вешается на шею в течение трех месяцев на на собаках не заводится блоки и вши почему этот ошейник вот повесил к там повесили к там у нас два кошка стату повесили ошейника бог я думаю а дай-ка я я его засунул в этот скворечник один например вот так он срок действия вот этого ошейника три месяца срок действия ошейника сейчас я например отрежу как я думаю я отрежу вот так кусок 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 ошейника блин не так-то просто вот он вот такой кусочек потом мы его возьмем на саморез сейчас когда почищу гнездо возьмем на саморез закрутим его вонючий какой закрутим гнездо потому что попугай чистят гнездо чтобы они не почистили его вместе с опинками сейчас например убираем наверное сейчас берем горелку но обработать надо все равно огнем огонь везде правда не достанет все равно то все убьет сейчас крышку все 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 что соприкасается берем 2 ампулы сейчас здесь одна ампула рассчитана на полтора литра воды здесь а три литра воды я приготовил берем дельцида так берем дельцид одна ампула берем вторую ампулу здесь об этой упаковке пять штук я думаю мне хватит это так так я буду обрабатывать каждое гнездо прям каждое сейчас мы его закрутим я обработаю это гнездо это тоже будем ставить я вам покажу пока на паузу нажми обжег я гнезда сейчас мы обработаем дельцидом надо будет чтобы высохли я думаю только так можно избавиться ну у кого есть клещи и вши и томат грязная нехорошая зараза дельцид очень хорошо помогает очень хорошо убивает эту заразу а насчет ошейников насчет ошейников это уже сам придумал я я не хожу протоптанной дорогой как говорится ну вот ну прочитал прочитал вот здесь что помогает от вот этих всех попугаев говорю французская линька была у некоторых птенцов тоже как его отчинный клещ еще называют французская линька отчинный клещ вот здесь а вот здесь написано про разных много видов клещей что это шеи не помогает я решил попробовать посмотрим это такой такой метод еще никто не это не использовал не принес предпринимал может это поможет вообще сто процентов откуда знаешь уже если идти то что уже делала делали люди ну заводчики то что уже испытывая не работает очень бессмысленно делать одно и то же и ждать какого-то результата поэтому испробую все вообще вот вообще как вы видели как я содержу птицу ну я не содержу как все вот он например его мы да блин мокрый сейчас там а так ладно пускай лучше впитается закручу я его давайте закручу вниз и все я думаю попугай его не стал вырывать сейчас мы кинем опилок чтобы впиталась ну вопилки этот дельцы тоже впитался так во второй поэтому посмотрим как работает этот ошейник на это может быть он поможет кто его знает тем более срок тем более срок действия этого ошейника три месяца этот ошейник действует три месяца есть запах такой неприятный и три месяца будет чисто чистота в этом этом в гнезде поэтому всякое может быть хотя это немного ну ладно надо побольше кусок туда ладно все равно запашок будет издавать прикрутила чтобы попугаи не выкинули что попугаи не выкинули ненароком этот ошейник пока попугаи займут здесь все высохнет так что испытываем все все нестандартное все 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 чтобы чего-то добиться надо действовать все таким образом до 2 гнезда готовы таким образом сейчас обработаются все гнезда которые пустые перенесем их вниз попугаи начнут размножаться сейчас когда перенесем завтра я покажу как поставим завтра смотрю кто-то с моими перекликивается назад прошел у нас здесь такой нас здесь ручей такой заросший сейчас вот это мой курятник стена вон там а утки за забот слышно как куры это задние задняя стена курятника а это вот уже у нас здесь ручей такой он идет в речку там впадает грязь к его насколько мои утки раньше здесь плавали выпускал мы сейчас что-то целая история потом они здесь здесь целый лабиринт чтобы выплыть отсюда поэтому сейчас не выпускать что головных боли не было а дикие утки вот здесь распускаются постоянно прям все возле дома можно здесь охотиться прям сидеть и ловить уток не хватало не хватает домика сейчас делаем шесть гнезд еще вот они размечены вот уже отверстие на 50 диаметр 50 миллиметров это это будет лицевая сторона вот сейчас шесть штук лицевых сторон выпилим флоте сверлип это 6 штук высверлим и потом боковые погода у нас дожди дожди я уже забыл когда вообще что такое солнце у нас дожди целыми днями настройка сейчас просто не подойдешь заливать весьма пояс уже даже не знаю наверное еще по восстановится погода уже даже снегом пахнет мы все в шапках градусов 8 наверно сейчас шапки одеты вообще тепло дубак чё просверлил но вот такие ну-ка отойди-ка вот такие дырки летки получается все размечено уже сейчас это будет передняя часть сейчас сделаем пока все последний домик крышку сумок устанавливает и все ставь наверх все вот с теми просто мы ну чуть поменьше они мы сделали 6 скворечников почему-то в одного летка не в той стороне не знаю почему я понять не могу почему-то вышло вроде бы все это мы неправильно закрутили по ходу да неправильно закрутили ладно пускай одна такая будет прошло сколько часа 32 ну вот с нуля вообще с ничего собрали 6 домиков сейчас мы туда закрутим мошенник вот этот который я все закрутил собачий ошейник для бог размеры давай тима ну-ка иди сюда сейчас спрашивать будут чтобы не писать сто раз рулетку бери вот так мель ширину 25 почти подожди подожди не спеши 25 высота ты нет нет вот нет вот эту бери не не дном бери дном отдельно 20 вместе с дном и с крышкой 24 короче сейчас я вам скажу там везде остальное все по 20 25 вот единственное место где 25 остальное все в кругу 20 все вот эти домики сейчас мы пойдем их повешаем не хватало нам мы думали там четыре штуки не хватало мы сделали 6 сразу распилили все сделали шесть домиков в домики с фанеры они будут вечные это здесь от 1000 птенцов выведется ну все сейчас закрутим ошейники напили насыпем опилок туда и пойдем ставить попугаем эти палочки не делал целая история не надо попугай так сами спокойно будут залезать вылезать ничего не будем делать внутрь тоже думал просверлить под яйца воды тоже не будем делать там опилки самка под себя соберет поэтому все пойдем сейчас повешаем там поснимаем вот мы расставили вот так это все выглядит сутки где прошли уже внизу заняты в основном он те которые первые вчера поставили занесом одинок у нас по-моему все снег пойдет уже 13 сентября холодно слышите дождь как льет как с ведра все затопило все залило уже достал эту дождь честно слово ну вот так все будем ждать размножения этих молнистиков посмотрим посмотрим что они нам дадут домиков вроде хватает вот цельным и сыном 6 штук доделали сейчас установили внутрь закрутил я их не обрабатывал внутрь ошейник закрутил и опилок насыпал они еще и мокры все под дождем было сейчас высохнут здесь один килограмм 3 штуки попугайся не запустил они такие печальные утром было были ночью где-то около там 5 градусов даже мая на меньше не замерзли думал уже побоялся что что случится с ними нет отошли вроде бы нормально поэтому амадин и боятся боятся низких температур здесь здесь спрятался вот такое видео получилось спасибо кто посмотрел всем пока скоро увидимся